Индия. Лето 1959 года. В поезде на Калькутту мать Тереза пишет в своем дневнике. К чему мои страдания? Если нет Бога, не может быть и души. А если нет души, значит тебя, Иисус, тоже нет. Это цитата из недавно опубликованной книги о жизни Матери Терезы. Иди, будь моим светом. Но как могут такие слова принадлежать известной на весь мир монахиня, которая всегда считала свой труд божественной миссией? Это похоже на крик о помощи человека, изнеможденного физически и духовно. Что же кроется за улыбкой Матери Терезы? Женщины, которая называла себя святой во тьме. Толпы людей начали собираться с самого утра здесь, в городе Ног, задолго до того, как в 11.20 вертолет Матери Терезы коснулся земли. Среди всех, кто совершил паломничество сюда, в Ног, этим вечером мы имеем честь приветствовать особую гостью на этой мессе. Паломника, пришедшего издалека. Женщину, которая во всем мире считается символом доброты и святости. Немногие заявления ирландского духовенства безоговорочно принимаются широкой общественностью даже в Ирландии. Но святость албанской монахини по имени Агнес Бояджио принимается даже теми, кто не является верующими. Мать Тереза воспринимает это вычурное низкопоклонство, как дань. Ни одной женщине в новейшей истории не удавалось так пленить общественную мысль, как Терезе Калькутской. И я говорю это не ради красного словца. И я не пытаюсь провести параллель, когда говорю, что ни одна женщина не имела такого воздействия здесь в момента явления самой Девы Марии в 1879 году. Так с чего же начался этот аукцион притворства и легковерия? В светлом 1969 году всегда предельно беспристрастная и объективная Би-Би-Си поручила обманщику и шарлатану Малкольму Мегериджу посетить с паломническим визитом к Алькутскую святыню. После того, как я встретил вас в Лондоне, единственное, чего мне хотелось, это приехать сюда, чтобы увидеть вас и вашу работу. И мне это удалось. И, несомненно, это божественно. Будучи гордым своей смиренностью, Мегеридж убедил себя в том, что ему и его команде была послана свыше возможность стать участниками того, что он сам впоследствии окрестит первым телевизионным чудом. На съемках фильма «Something beautiful for God» произошел интересный случай, когда нас привезли в место, которое мать Тереза назвала «домом для умирающих». И Питер Чеффера, режиссер, сказал, «Здесь так темно, можно с этим что-то решить». А нам лишь недавно пришла посылка от BBC. В ней была какая-то новая пленка производства «Кодак», которую нам так и не удалось испытать до отъезда. Я сказал Питеру, «Ну что же, давай попробуем». И мы стали снимать. И через несколько недель мы вернулись, месяц или два спустя, сидим и в смотровом зале в студии «Илинг Студиос». И тут настала очередь кадров из «Дома для умирающих». И удивительно, но можно было разглядеть все в деталях. «Это чудесно, это невероятно», сказал я. Я хотел еще было добавить «Да здравствует Кодак». Но Малкольм, который сидел в первом ряду, не дал мне произнести ни слова. Он развернулся и сказал, «Это божественный свет, мать Тереза». Вот увидите, это божественный свет. И спустя три или четыре дня мне сообщили, что звонили журналисты из лондонских газет, которые говорили что-то вроде, «Мы слышали, вы только вернулись из Индии вместе с Малкольмом Мегериджем и были свидетелями чуда». И звезда родилась. Этот грубый союз низкопробного пиара со средневековым суеверием породил идола, сомневаться в котором признак дурного тона. Как будто перед вами живая святая. Как сказал Марк Твен, стоит назвать человека ранней пташкой, и он будет спать до полудня. Но что представляет собой репутация матери Терезы, если на секунду отойти от представления о ней Малкольма Мегериджа? Мать Тереза – лауреат Нобелевской премии. Это символ, и индусы воспринимают ее такой, какой ее изображают на Западе. И не безразлично то, что она делает на улицах Калькутты. Большинство этим не интересуется и ничего об этом не знает. Но Мать Тереза – это личность, которую демонстрируют туристам. Главное ведомство Матери Терезы – это дом для умирающих. Приют, призванный подсластить последние дни обреченных. Первое впечатление от отснятого материала было будто передо мной фото из Берген-Бельзеня, потому что все пациенты были острижены на лысо. Там не было никаких стульев, только раскладушки, похожие на раскладушки времен Первой мировой. Там не было ни сада, ни двора, вообще ничего. И я подумала, что это? Это два зала. В одном от 50 до 60 мужчин, в другом от 50 до 60 женщин. Все умирают. Им практически не оказывалась медицинская помощь. Они не получали никаких обезболивающих, кроме аспирина. И если повезет, иногда бруфен или другой препарат, применяемый как боль утоляющий на последней стадии рака, а также при других болезнях, от которых они умирали. «Зачем все это?» Подумала я. Я с самого начала хотела служить бедным, лишь ради любви Господа, и давать им то, что богаты получать с помощью денег. Я хотела давать бедным ради любви Господа. Там не хватало капельниц, а иглы многократно использовались. Я видела, как некоторые монахини промывали иглы под струей холодной воды. Тогда я спросила у одной из них, зачем она это делала, и она сказала, ну, чтобы помыть ее. «Да, но почему вы не стерилизуете ее?» Спросила я. «Почему не стерилизуете ваши иглы к кипящей воде?» «Незачем. У нас нет времени», — ответила она. Этот созданный матерью Терезой культ смерти и страдания находится в прямой зависимости от того эффекта, который он производит на обездоленных и наиболее уязвимых, покинутых родителями детей или неизлечимо больных, которые выполняют роль объектов милостердия и сырья для проявления сострадания. Закончил работу в женском отделении в первый день. Я решила подождать своего парня, который присматривал за умирающим 15-летним мальчиком. Работавшая там врач из США рассказала мне, что пыталась вылечить этого мальчика. У него были довольно обычные жалобы на боль в почках, но ему становилось все хуже и хуже, потому что он не получал антибиотиков. И впоследствии ему была необходима операция. Я сейчас не вспомню, что именно с ним было, и несмотря на свой гнев, она полностью смирилась с положением вещей. Именно это и происходит с большинством людей, попавшим в такую ситуацию. И она сказала, «Они не повезут его в больницу». Я спросила, «Почему?» «Нужно лишь вызвать такси, отвезти его в ближайшую больницу и обеспечить ему лечение, операцию». Она ответила, «Они так не делают. Они не сделают этого. Если они сделают это для одного, то должны будут сделать так и для остальных». Но парня всего 15, подумала я. Я и сам осмелился совершить паломничество к сестрам-миссионеркам любви в Калькуту в начале 80-х. Кто бы мог остаться равнодушным к работе сиротского приюта? Не я. Но особое отвращение у меня вызвал девиз мессии. Кто любит наставления, тот любит знания. Немного смахивает на тюремный лозунг. Но именно мать Тереза окончательно его запятнала. Мы стояли у кроваток, когда она, повернувшись, сказала, «Вот как мы боремся с абортами и контрацепцией в Калькутте». Теперь можно говорить, что кампания против планирования семьи далеко не на первом месте для Калькутты. Но будучи преданным последствиям фундаменталистских воззрений Папы, касаемо секса и деторождения, мать Тереза превратила этот конкретный вопрос в собственный крестовый поход. Основная угроза миру сегодня это плач невинного, нерожденного ребенка. Я сам питаю нежные чувства к нерожденному, но это чувство становится инструментом политической игры, когда его пропагандирует, скорее всего, девственница, также выступающая против планирования семьи. Давайте же пообещаем Деве Марии, которая так сильно любит Ирландию, что мы никогда не допустим ни одного аборта в этой стране. И никаких контрацептивов. Мать Тереза утверждает, что она политична, и многие верят этому. Но когда она приехала в Лондон в 1988 году, якобы в роли защитницы бездомных, она все уши прожжала железной леди, пытаясь убедить ее поддержать закон об ограничении практики абортов. Спонсоры этого закона, которые организовали встречи, ничуть не сомневались в том, что ее вмешательство носило характер. Она не состоит ни в какой партии, не является политической фигурой в том смысле, а, что она является частью того, что можно назвать общепринятым курсом католической церкви, христианской политики с ярко выраженным правым уклоном. А католическая церковь придерживалась так называемой жестокой линии нынешнего папы. Она является частью этого курса, а этот курс достаточно политизирован. Ну, я имею в виду, нет аборта, борьба с контролем за рождаемостью. Можно с уверенностью сказать, что такие взгляды станут предметом политических дискуссий. А второй фактор – это то, что она является частью, если угодно, западного курса, где Запад – неотъемлемая часть третьего мира. У богатого мира грязная совесть. Он хочет, ему даже необходимо, думать, что кто-то, где-то, что-то делает для третьего мира. И миф о матери Терезе удовлетворяет это желание. Перед вами западная женщина, пожертвовавшая свою жизнь, какой бы она ни была в Албании, а ради людей третьего мира. И это успокаивает Запад. Ну, знаете, вот еще одна из нас спасает третий мир. В том посыле, который передает на уровне подсознания, есть что-то от мессий к язычникам, духа старого колониализма и Флоренса Найтингейла. А ее молчаливые и жалкие пациенты, кажется, заслужили свои несчастья. Та огромная надежда, которая была возложена на этот образ, исчезает. И многое ей воздается отнюдь не на небе. Для человека, чье царство не на этой земле, мать Тереза находится на короткой руке с монархами, олигархами и властями. Почему же правители этого грешного и эгоистичного мира считают ее настолько близкой? Может, потому что она отвечает любезностью на любезность? Возможно, она не всегда благоустраивала страдающих, но она точно никогда не заставляла страдать благоустроенных. Посмотрите, как она позирует возле Рона и Нэнси. Истинные граждане мира, мать Тереза. Мать Тереза получила медаль свободы из тех же рук, что вооружали и финансировали батальоны смерти в Центральной Америке. Когда она принимала награду с присущей ей скромностью от лица обездоленных всего мира, то прохрипела. Никогда не осознавала, что вы так нежно любите людей. Должен признаться, я и сам этого не замечал. Среди погибших от рук ставленников Рейгана было четыре монахини из США и архиепископ Сан-Сальвадора, убитые в момент проведения мессы. Посетив государство, где в те времена происходила бойня, мать Тереза не заметила ничего необычного. Все было спокойно в тех частях страны, которые мы посетили, заявила она после того, как побывала на полях смерти в Гватемале. Кроме того, добавила, я не принимаю участия в такого рода политике. В 1984 году произошел крупный выброс химикатов на заводе Юнин Кармиде в индийском городе Бхопап, который забрал жизни двух с половиной тысяч людей и отравил тысячи других. Это был результат не действий Бога, а халатности многонациональной корпорации. Какой же совет дала мать Тереза разгоневанным жертвам? Простить. Простить. Мать Тереза сделала следующее. Она безоговорочно приняла мысль о том, что лучшее, что она может сделать для бедняков, это забрать их с улиц, ну и, знаете, присматривать за ними. То есть не поменять их отношение к жизни, не заставить их поверить в то, что у них есть возможность или что у них есть средства, чтобы поменять жизнь. Это ее не волнует. Единственное, что ее интересует, это спасение и очищение их душ до того, как они отойдут в вечность, что является вполне понятной древней христианской идеей. И дело заключается не в том, чтобы найти способ борьбы с бедностью. Как и большинство людей, которые называют себя политичными, мать Тереза на практике и в теории придерживается статус-кво, а когда этот принцип под угрозой, она принимает сторону консервативных сил. Это ставит ее в жесткую оппозицию к тем, кто даже среди верующих отверг фатализм и смирение в отношении бедности, которые пропагандируются такими, как она, католическими традиционалистами. Нашими руками, нашей жизнью, нашей любовью, мы требуем справедливости, мы требуем независимости, и сами ее берем, потому что справедливость не дарят. Нет, свобода и независимость не даются просто так. Мы должны взять их, и мы так вышли на улицы и взяли нашу свободу и независимость, требуя справедливости. Римско-католическое духовенство так и не простило отца Аристида с закона избранного президента Гаити, которого она считает подлым еретиком. За попытки изгнать ростовщуков из храма, его самого выгнали из ордена и лишили права служить мессой. До последнего Ватикан оставался единственным иностранным государством, признававшим военную хунту, которая привела Гаити в упадок. И почву для этого подготовила мать Тереза. В 1980 году она посетила остров и приняла в награду орден почетного легиона Гаити из рук Бэби-Дока Дювалье. Она восхваляла немало чего в коррумпированном режиме его династии, рассказывая удивленным репортерам, что она, цитирую, «никогда не видела, чтобы бедняки были так хорошо знакомы с главой государства, как это было при Дювалье. Это стало прекрасным уроком для меня», – произнесла она с улыбкой. И я выяснила из него кое-что. Народ Гаити на самом деле страх, как хотел сблизиться с Дювалье, который, в свою очередь, навсегда переехал на французскую ривьеру. Мать Тереза восхищается могуществом сильных мира сего и в то же время проповедует смирение для бедных. Создается впечатление, что во время своего визита в Албанию, ее родину, она слишком серьезно восприняла известное выражение святого Павла, существующей власти от Бога установленной. Албанские власти провозгласили первое в мире атеистическое государство. Они преследовали все формы вероисповедания, кроме культа их лидера Энвера Ходжи. Без зазрения совести, мать Тереза возложила венок на могилу Ходжи. Она также возложила веноки к памятнику Великой Албании, которая в свое время была предметом насмешек папы Пия IX и его друга Бейнито Муссолини. Албания по нерелигиозным причинам переполнена сиротами. Специалист по сиротским приютам нашел, за что похвалить правящий режим, при этом умолчав о его жертвах. Если порой вам кажется, что святая из Калькутты практически никогда не бывает в Калькутте, то это потому, что она действует скорее как странствующий посол чрезвычайно политизированного папства. Внешняя политика Ватикана заставила оставить берега Ливана, где римско-католические боевики совершили массовое убийство в лагерях Сабара и Шатила, и переехать в Никарагуа, где кардинал был предводителем Контраст, затем в Армению, чтобы помочь в материнской церкви укрепиться в Советском Союзе. За это нынешний папа продвинул ее в очереди на канонизацию. Именно в такой политике она принимает участие. Внешний папа продвинулся в Калькутте, Гениальная самореклама Роберта Максвелла прекрасно сочеталась с талантом матери Терезы к сбору денежных средств. Трудно было понять, кто кого использует, может, друг друга. В США мать Тереза приняла более миллиона долларов от мистера Чарльза Китинга, католика-фундаменталиста, приверженца правых взглядов и борца с порнографией, который также был финансовым магнатом Калифорнии. У мистера Китинга была лишь одна проблема – он использовал чужие деньги. Сегодня он находится за решеткой после величайшего скандала финансовой истории США. Но в те времена, когда он высоко летал, мать Тереза летела рядом с ним. Она использовала его личный самолет, а ему досталось распятие в виде самой матери Терезы, с помощью которого она аккумулировала капитал. Откуда у сестер-миссионерок любви такая склонность работать среди богачей? Неужели мать Тереза выбирает мошенников, потому что им нужна ее помощь больше, чем честным миллиардерам? Ей так и ни разу и не пришлось ответить на эти вопросы, хотя в атмосфере повсеместного благоголения и поклонения ей так никто и не задал эти вопросы. Сегодня культ Терезы — это транснациональная миссионерская корпорация с ежегодным оборотом в десятки миллионов. И если бы эти деньги концентрировались в Халькутте, то, несомненно, могли бы быть направлены на нужды больниц, а, возможно, даже привести к значительным улучшениям. Но мать Тереза выбрала очень узконаправленное распространение для своей франшизы. Для нее монастырь и катехизис были важнее клиники. Сейчас мы имеем представительство в 150 странах и 500 монастырей по всему миру, не считая Индии. Прекрасно! Морис, скромность. Простота. Смирение. Нас учат, что по трём каноническим словам можно распознать «святого». Но мать Тереза все же считает, что она не спослана небесами, что вряд ли можно назвать скромным. Она дает взаимы духовное утешение диктаторам и богатым эксплуататорам, что никак не соответствует понятию «простота». Бедным она проповедует отречение и поклонение, чего не стал бы делать по-настоящему скромный человек. Когда она говорит о личной или общественной морали, выступая против контроля над рождаемостью, или утверждая, что практически дословно аборт — это главная угроза миру, ее речь принимает отталкивающий неприятный тон яркой фанатички. В наше безбожное и циничное время люди неизбежно будут восхвалять самоотверженных, альтруистичных и чистосердечных, но лишь полный крах критического мышления может объяснить иллюзию личности, которая показала себя демагогом, мароккобесом и рабом земных страстей. «Мать Терезы» — это некий медийный символ, а на самом деле это была предельно злобная, предельно жадная и предельно фанатичная старуха. О ней великолепные исследования вы можете найти в журнале «Штерн». Можете почитать Кристофера Хитченса. Но подождите, человек создавал приюты, столовые и лечебницы, особенно для нищих людей. Что в этом плохого? Какая разница, злобный он или не злобный? Подожди, подожди, Оль, подожди. Из всех миллионов, которые были выделены на эти приюты, как выяснилось, непосредственно на них, на эту благотворительность, было потрачено всего 7% этих сумасшедших денег. Более того, опять-таки читайте «Штерн» и «Кристофера Хитченса». Затем была такая ближайшая, скажем так, сподвижница Терезы, Калет Левермор, которая сбежала из Ордена и которая опубликовала очень интересные воспоминания. Что касается приютов, чтобы было тебе понятно, у Терезы была жесткая практика. Она считала, что самый высокий, самый главный подарок, который можно сделать человеку, это дать ему возможность испытать те же страдания, которые испытывал их нехристианский бог. Поэтому и тяжело больным онкологическим никогда не давали в этих заведениях, во всех этих приютах никаких болеутоляющих. Из бронзбойта. Это есть фильм, великолепный немецкий фильм производства того же самого «Штерна». Вы понимаете, что в Индии люди живут не совсем так, как даже в России, например. Да, я понимаю, когда тяжело больных с пролежнями держат на бетонных кроватях без единой ниточки бельевой и моют холодной водой из бронзбойтов, не снимая с этих лож бетонных, бетонных, когда отказывают в еде при условии, если ты не поцелуешь крест и не откажешься от своих индуистских, там, кришнаитских и так далее, так далее, иных убеждений. То есть, эта история приютов, это история чудовищного позора. И этот человек, ну, впрямую повинен в мучительной смерти многих-многих сотен людей, которые в этих приютах оказывались. Потому что ведь туда же никогда не брались квалифицированные медицинские кадры. Там работали только люди, полностью незнакомые с медициной. Опять-таки, из соображений фанатизма, из соображений того, что Бог помогает слабым и невежественным. И слабые и невежественные лучше справятся с тяжелыми клиническими случаями, чем многоопытные, хитрые и талантливые врачи. Это все было не помощью, а скорее отвратительной и жестокой пародией на помощь. И это хорошо знали иезуиты, которые знали, что это уже в прицеле прессы, что это уже... Есть замечательная книга Хитчинса, называется она «Миссионерская поза». Великолепная книга, очень рекомендую. Не знаю, перевезена она на русский уже или нет. Нет, но, Александр, опять-таки, дело происходило в Индии. Там очень много бедных, несчастных, слабых, больных людей. Не только индийские мы говорим. И мало всего остального. Да, мы не говорим о только индийских предках. Мы говорим и о детских приютах, где с детьми обращались точно так же. Это по всему миру. При том, что иезуиты долго сопротивлялись, понимая, что скандал неизбежен. И сейчас эта канонизация вызовет очередную волну прессы по всему миру. И уже будет поздно что-то делать. Они же не провозгла... Вот у нас, например, все было гораздо лучше. У нас взяли, канонизировали огромное количество новомучеников. Написали иконки, наштамповали образки, провели молебны, а потом РПЦ заявила о том, что оно отзывает партию святых. Ну, как отзывают... Там, не знаю, как отзывают дорогие пылесосы. Да, или автомобили. 36 святых было отозвано. По той причине, что стало понятно, что не удастся скрыть документы, которые характеризуют их как отнюдь не мучеников, а первостатейных доносчиков. Доносчиков, доносами которых украшены и забилуют уголовные дела, по которым они проходят.